Ну что, ребят, скоро домой, и я не поленился, записал новый ролик по заходу в порт Берднесет и также, что вокруг его находится. Немножко пробежался, в общем, думаю, ролик будет достаточно интересный. В принципе, Норвегия, она чем-то отличается, да, там, там, но все равно есть небольшие отличия в этих городках, деревнях, поэтому всегда интересно туда пробежаться или просто пройтись, посмотреть, и, как бы, если у вас такой случай выдастся, обязательно его используйте, да, и вообще, в принципе, в любых городах. Интересно всегда, если вы там не были, вот, так что желаю вам приятного просмотра, и прежде чем мы начнем, хочу вам порекомендовать, конечно же, игру World of Warships, у меня в описании под видео, вы получите, если перейдете, получите все бонусы, которые перечислены в этом же описании. Заходите, смотрите, и через ПК играйте и наслаждайтесь. Все, а мы начинаем. Подходим в порт Бергнесет, будем максимально подходить вот к этому судну, синее, которое стоит, потому что нам нужно выгружать кормовый трюм, это почти нереально, будем пытаться. Будет у нас левый борт. Мастер пользуется болт растером. Подходим к причалу. За рубину метров пятьдесят. Так, ну да, наверное, наверное, даже вот этот. Мы идем максимально вперед, наверное, где-то вот этот. Шпринг держим в стендбай. Так, до рубина двадцать пять метров. Визуально говорим дистанцию, всегда визуально. Пятнадцать метров. Ну еще метров десять можно ехать. Продольный подаем. Постоянно вот эти мешочники тут встают, и нам неудобно выгружать. У нас купер вот этот, вы видите, где он у нас стоит? В носовой части вообще. Тут главное не промахнуться, не въехать ему в жопу. Он постоянно здесь стоит. Он выгрузится, потом вперед уйдет. Будем шифтоваться. Пять метров мало. Массер газу поддаст немножко. Подъедем поближе. Все, осталось пять метров где-то. Можно тормозиться. По пару метров, три метра. Ну если три метра, давайте еще тогда пару метров. Two meters. До второго-то бы дотянуться. До четвертого речи нет, блин. Ну то, что сейчас они на суду из тебя, это самое. А потом будет двигаться туда вперед и потихонечку. И может даже выйдем, чтобы об четвертом. Пока начинайте тогда с первого, наверное. Ну да, с второго-то начинаем. Ну все, что тут ехать? Тут уже несколько слоев. Ну два метра я ничего не сделаю там. Все, это самое. Тогда крепитесь, блин. Что, поздишь? Прикольно. Вот так вот швартовка закончилась. Ну все, готовимся к выгрузке. Носовую часть открываем. Инкловатор едет вперед. Гендрик тоже. Двигаем вперед. Сначала берем наш боб-кат. Сейчас его на причал. Ну и потом нам пригодится для заметания. Вот самовыгрузка, самозачистка. Все, открываемся. Начинаем выгрузку. У нас питания не было. Сделали, сработаем. А я пошел на пробежку. Перед на сайте, кстати, я еще не бегал. Носки старые лодки стоят. Разбитые. Мария. Находится на территории, кстати, порта. Это красота. Ну это самое плачевное состояние. Тут еще Крепили, типа, какие-то, ну, что ли, клепки. И еще сверху ставились вот заглушки деревянные. Руль уже разбит. Стоит напалкой, блин. Вот так лодочка. Мотора уже нет, все сняли. Списательный жилет. А внутри ничего интересного. Типа, типа, шкафчик для хранения чего-то был. Ну, в общем, в рубке ничего нету. Вот это руль. Ну, штурвал, точнее. Все уже разобрано. Такая вот лодочка. Мы побежим на свалку, посмотрим, что тут у нас в Норвегии еще имеется интересного. Ну, вот там свалка. Сейчас мы обойдем вокруг. Бывают нужные всякие ништяки там остаются. Норвеги, они же, что, богатые люди. Поэтому, как и американцы, японцы. Впервые, кстати, здесь выхожу в Берг-де-Сете. Ну, просто уже крайний порт. Уже через 10 дней домой. Особенно, когда уже знаешь все, контракт заканчивается. Этих видов, пусть и портовых, ты еще долго не увидишь. По-норвежски она таки называется, свалка эта. Я так полагаю. Не знаю, можно ли здесь заходить, нельзя. Сен-Жа-Аффал. Схватовщик работает во все. Русовой контроль. А, да не будем людей смущать. Кто подумал, это что, вор забрался. Пробежим сейчас дальше, вон там, где жилые дома. Короче, экскаваторчик меня остановил, засигналил. Я думаю, ладно, не буду убегать. Подошел к нему, говорю, я не агент. Я просто моряк. Так, говорю, для себя снимаю. Кто такой на меня посмотрел. Ну, ладно. Ну, тоже люди, как бы, что, боятся. Правда, не знаю, чего. Работают, они ничего не нарушают. Ни какой-то запрещенный контент пилю. Здесь красивые домики. Где-то слышу, вода бежит. А, ручерек небольшой. Ладно, я думаю, до того угла сейчас добегу. Там посмотрим что-нибудь и обратно. В другую сторону пробежимся. Ну, тоже запасаются сеном. Видимо, скотину держат, возможно, вот в этом ангаре. Ну, или где-то здесь. У них здесь все дорого по еде. Поэтому, у кого свое хозяйство есть, это большой плюс. Так вот и не подумаешь, что ты сейчас в Норвегии находишься. Обычная деревня. Конечно же, для пешеходов нету дорожек. Ну, в принципе, здесь никто никогда не бегает. Ну, такие вот исключения, как я. Поэтому, бежать здесь нужно аккуратней. Держаться у края у самого. Потому что скорости хорошие развивают тачки. Которые с фабрики едут. Куда фабрику. Чтобы людей не напугать. Ну, и самому не попасть под колеса. Ну, вот я уже полтора пробежал километра. Все. Буду возвращаться обратно. Ничего сверхъестественного и интересного нет. Вот так вот у них дрова. Заготовленные хранят. Не как у нас в стопках. Вот в таких мешках. Береза. Ну, блин. Самая настоящая деревня. Бергнесет этот. Воздух, конечно, свежий. Единственное, вот. Немножко дует с фабрики. Есть какой-то такой приторный запах. Когда уже подходишь сюда. В общем, что я бегаю? Просто, что-то все бегаешь-бегаешь. Во-первых, разрабатываю ногу. Во-вторых, для самочувствия надо заниматься, ребят. Спортом обязательно. Особенно, когда ты моряк. У нас реально, ну, в сутки ты очень мало проходишь. Не говоря уже про бег. Поэтому есть возможность. Я выбегаю. Погода позволяет. Бегаю по крышкам. Все время, короче, на спорте. Так вся жизнь. Значит, никак. У меня еще, видите, нога. Разрабатываю. Шрам. До сих пор еще. Красный. Суток еще восстанавливается. Поэтому и волна восстанавливать. Через боли. Конечно, уже намного легче, чем было раньше. До операции. Бегаю. Это уже круто. Значит, не инвалид. Пойдемте, наверное, пройдемте. Посмотрим еще, что там у нас. Находится с той стороны. Здесь грязная дорога. Чача. Ездят машины. Сейчас будет ослабиться. Блядь, что ты тут идешь? Фабрика. Вид сверху. В общем, там домывают камень. Не знаю, что за вид, что за порода. Вот если приглядеться, знатоки, можете сказать, красного цвета. Ну, давайте зайдем. Поглядим. Что тут за карьерник. Ну, в общем, щебень. Щебень, что я могу сказать. Ничего, кроме щебня. Вот единственное, что красный камень какой-то необычный. Возможно, более драгоценный. Все, ребят, на этом заканчивается наш обзор Порта Бердесет. И заход в него. Спасибо за внимание. Я бегу назад. Клэд. Субтитры сделал DimaTorzok